Человечество не раз уже испытывало на себе коварство потухших вулканов, длительное время не проявлявших признаков жизни. На острове Мартиника, расположенном в гирлянде Малых Антильских островов, 6 километров от вулкана Монпеле, в уютной бухте был заложен живописный город Сент-Пьер. 30 тысяч жителей города и его окрестностей даже и не подозревали о грозящей им опасности, хотя причины для тревоги были. На поднимавшейся иногда над вершиной горы облако дыма горожане почти не обращали внимания до весны 1902 года. В июле 1912 года на Аляске пробудился и начал действовать вулкан Катмай. Много сотен лет никак не проявлял себя вулкан безымянный на Камчатке, как не вызывал опасений у жителей портового города Вестмайн-Эйар, потухший вулкан Хелегафель, Исландия. Весной 1982 года в Мексике после 1200 лет сна взорвался вулкан Эль-Чичона. Последний раз он был обследован немецкими учеными в 1928 году и с тех пор особого интереса у естествоиспытателей не вызывал. Но, пожалуй, самый страшный урок человеческой доверчивости к потухшим горам преподнес вулкан Руиз. Его высота 5398 метров. Находится он в Колумбии, в 150 километрах к северу-западу от ее столицы, города Богота. Последний раз Руиз извергался в 1595 году. С тех пор почти в течение 500 лет он не подавал никаких признаков жизни и его давным-давно считали, если не потухшим, то дремавшим. Однако 12 ноября 1985 года вулкан внезапно проснулся и во второй половине кратера Аренас начался выброс пепла. На следующий день в 21 час по местному времени один за другим раздалось несколько взрывов. Мощность самого сильного взрыва, по оценкам специалистов, составила около 10 мегатонн. В небо на высоту 8 километров поднялся столб пепла и обломков горной породы. Начавшееся извержение вызвало мгновенное таяние обширных ледников и вечных снегов, лежавших на вершине вулкана. По склонам Руиза вниз, в долину реки Лагунилья устремились образовавшиеся селевые потоки из камней, воды и льда. К ночи гигантские лавы из кипящей грязи, скальных обломков и пепла докатились до города Армеро, который находился примерно в 40 километров от долины. В Армеро и окрестных деревьях проживало около 50 тысяч человек. Поздно вечером в 23 часа грязи каменный поток толщиной в 5 и более метров накрыл город. 20 тысяч человек почти мгновенно нашли свою смерть в бушующем месиве грязи. По словам чудом уцелевших жителей, это была страшная ночь. Сумел спастись только тот, кто услышал приближающийся грохот. Сразу выбежал из дома и успел добежать до ближайших холмов. С них люди наблюдали, как ревующая грязь пожирала их дома, школы, церкви, театр. Положение усугублялось темнотой и невыносимым жаром от горяющего падающего пепла. Вот так рассказывают о той страшной трагедии, переживавшая катастрофу женщина. Люди в панике метались по улицам города. Погас свет и все освещало лишь кошмарное красное зарево вулкана. Земля разверзалась и проглатывала людей, а потом все захлестнуло грязь. Я видела, как в ней захлебнулись мои сестры, но ничего не могла поделать. Мне чудом удалось забраться на дерево. Несмотря на то, что у меня были сломаны обе ноги, с неба продолжал падать горячий пепел. И потому стоял невыносимый жар. Грандиозный поток смертоносной жижи практически стер с лица земли город Армера. От некогда чистого зеленого города с населением в 21 тысячу человек уцелело лишь несколько полуразрушенных домов. Более двух третей его жителей остались лежать под толстым слоем селя и обломками зданий. Погиб не только Армеро, но и целый ряд деревень. Многочисленные жертвы и разрушения были также в поселке Чинчино, расположенном в 27 километрах от вулкана. Сильно пострадали от возражения такие населенные пункты, как Либано, Мурильо, Кисобьянка и другие. Селевые потоки повредили нефтепроводы. Прекратилась подача топлива в южные и западные части страны. В результате резкого таяния, лежавшего в горах, неваде-руиз снега, вышли из берегов близ лежащие реки. Мощные потоки воды размыли автомобильные дороги, снесли опоры линий электропередач и телефонной связи, разрушили мосты. Разбушевавшийся руиз после пяти вековой спячки практически уничтожал все вокруг. Себя в радиусе 150 километров. Колоссальный ущерб извержения причинило кофейным плантациям, большинство которых как раз было расположено в плодородных долинах и окрестностях вулкана. А ведь кофе – главная сельскохозяйственная и экспортная продукция Колумбии. Многие плантации были не просто повержены, а начисто уничтожены, так же, как и десятки грузовиков с мешками уже собранного урожая. По официальному сообщению колумбийского правительства, в результате извержения вулкана Руиз погибли и пропали без вести 23 тысячи человек. Было полностью разрушено около 4,5 тысяч жилых домов и административных зданий. Десятки тысяч людей остались без крыши над головой и без всяких средств к существованию. По мнению специалистов, причиной такого грозного извержения вулкана Руиз стало резкое повышение давления на глубине от 50 до 100 километров. Оно является следствием того, что гигантская тихоокеанская плита толщиной в 100 километров пододвигается под континентальный шельф западного побережья Южной Америки. В результате трения возникающего в недрах земли выделяется избыточное тепло, образуется и устремляется вверх газы. Некоторые ученые выдвигают совершенно иные предположения, но какова бы ни была истинная причина извержения колумбийского вулкана Руиз, случившаяся катастрофа стала самой ужасной, произошедшей в Латинской Америке в нашем веке. Многим тогда казалось, что после столь трагических событий Руиз опять успокоится на несколько столетий. Однако повышенную активность этот вулкан стал вновь проявлять уже через несколько месяцев в середине 1986 года. Загадка дыры начинает серию историй о природных катастрофах. Если ты любишь историю, катастрофы, тайны, исторических и известных личностей, подписывайся на наш канал.